Ситуация, когда исполнительная и законодательная власть расходится во мнениях, не редкость. Но нынешнее противостояние по-настоящему затянулось, даже несмотря на то, что предметом спора стал актуальнейший документ. Законопроект об отлове бездомных собак. Еще в конце ноября прошлого года краевые парламентарии передали текст проекта губернатору. И только в конце марта, года нынешнего, получили на него отзыв. Правда, отрицательный. Концепция законопроекта не позволяет системно решить проблему регулированной численности безнадзорных животных и считает, что законопроект нуждается в переработке. Заместитель председателя аграрного комитета, который является разработчиком документа, на сегодняшнем заседании не без раздражения читал губернаторский отзыв. Оно и понятно – годичная работа на смарку. К тому же, по словам Валерия Ольханова, тянуть уже некуда. Ситуация с бродячими собаками в крае просто аховая. По три тысячи укусов в год. Плюс недавний смертельный случай, который не укладывается ни в какую статистику. Я понимаю, в чем проблема. Проблема в финансировании. Денег нет. А раз денег нет, значит законопроект не надо его принимать. Но кроме финансовой стороны, уточнила представитель правовой службы губернатора, в законе не прописан механизм реализации закона. Якобы полномочия по отлову собак были грубо вырваны из контекста санитарно-эпидемических правил и переданы городским округам. Как результат, настаивали юристы, разрушилась некая система. Я не понимаю, какую вы систему хотите выстроить. Ну-ка объясните. Вы мне хоть тогда подскажите, какую систему. Вот вы общими словами говорите, говорите, говорите. И ни одного конкретного замечания на положение. Общие слова. Система. Турбуленция. Мы живем в период турбуленции. Эмоции эмоциями, а дела делами. Выслушав замечания коллег и представителей прокуратуры, депутаты, тем не менее, решили внести законопроект в повестку ближайшей сессии парламента. По мнению народных избранников, уже после принятия документа в первом чтении в него можно будет внести все необходимые поправки. В частности, доработает закон в связи с последними изменениями федерального законодательства, которыми полномочия по отлову собак были переданы с субъектового уровня на муниципальный. Мария Машанова, Анна Кулигина, ЗАПТВ.